Привет, меня зовут Людмила Будина, я журналист Retailers. С вами бизнес-чат. Тема сегодняшнего выпуска – трансформация бизнеса во время карантина. Сейчас очень вырос спрос на защитные маски. В этом видео мы как раз поговорили с двумя собственноцами украинских брендов, которым пришлось переориентировать свой бизнес на производство масок. Это Оксана Дева, основательница бренда Textilisq на FreeDeva Home, и Юлия Подобед, основательница бренда аксессуаров ReadyTail. Итак, сейчас с нами совладелица и креативная директорка бренда ReadyTail Юлия Подобед. Юлия, как ваше настроение? Вообще, как вы живете на карантине? Сейчас уже получше, потому что, не знаю, как-то в целом полегче уже стало. Может быть, в воздухе вот эта вся напряжёнка чуть-чуть снизилась. Хорошо. Скажите, когда вы решили шить маски, в какой период карантина, и почему? Мы не решали шить маски. Так получилось, что, ну, вообще, аксессуары — это моя стихия, тем более, там, качественные аксессуары. Это наша специализация. Это текстильный аксессуар. Вот. И где-то в конце февраля у меня запрос, и у меня практически всё время так происходит, что клиенты приходят с какими-то идеями. Юля, давай шить накладку на авторемень, потому что у меня там натирает плечо. Юля, давай вот это, давай вот это. Ну, и мы берём в работу какую-то идею, и дальше она либо, грубо говоря, двигается, либо нет. Первый образец маски, который уже пошёл, скажем так, клиенту в руки, где-то был 5 марта. И я запостила у себя на странице нашей мастерской, что, ну, вот такое сделали. Я лично их не собиралась носить, поэтому у меня особого интереса к ним не было. Зачем они нужны? Ну, хорошо, пускай все покупают медицинские маски. Ну, окей. Вот. А потом получилось, что 17 марта мы уже, как бы, стали все работать по домам. Вот. И, наверное, где-то накануне, наверное, числа, может быть, с 14-го, когда стало понятно, что уже точно карантин, то, грубо говоря, ко мне такие по рекомендациям пошли запросы на вот эти вот маски. «Ой, я видел, что ты шьёшь», или «Я видела, что ты шьёшь на всю семью» и так далее. Вот. То есть вот так это получилось не запланировано. То есть сейчас ваши сотрудники работают в Валёло, правильно? Ну, да, как-то... Мы же самоизолировались все. Мы работаем и из дому. Ну, вот у меня есть возможность работать дома, потому что у меня есть отдельно там бытовая машина. В мастерской осталась промышленная машина, с которой удобнее работать, раскройный стол и всё остальное. вот, и два сотрудника, так, если можно сказать, которые со мной вот работают одна четыре года практически, а вторая пять лет, то вот они работают на дому тоже, потому что у каждого портного есть дома. Возможно, что-то постоянно делать, ну, и в своих целях, естественно. Хорошо, Юлия, скажите, какие были сложности в переходе на удаленную работу и вообще в налаживании процессов на карантин? Ну, вот по моему мнению, что самая большая сложность была в том, что нам не хватило времени достаточно хорошо проработать вот этот аксессуар, потому что изначально мы делали маску с фиксированной длиной резинки, и у нас там было какое-то количество возвратов. А объясню, почему для меня это супер критично важно, потому что со всеми клиентами, ну, по большей части, мы потом пересекаемся в покупке других аксессуаров. То есть для меня это вопрос репутационный, поэтому, ну, процентов, наверное, и десять из того, что мы продали, мы потом ещё перешили и отправляли заново. Как мы работаем удалённо? Ну, это гораздо дольше, потому что так у нас была хотя бы наша маленькая штаб-квартира, мастерская на Подоле, где мы могли там совместно что-то обсуждать и так далее. Сейчас интернет всему голова, по видео снимаем, обмениваемся посылками новой почты, отправляем обновлённые шаблоны этой маски, потому что мы в процессе уже, когда этот горящий велосипед ехал, мы ещё там дорабатывали на основании того, что нам клиенты какую давали обратную связь, что вот здесь учтите, здесь учтите. Просто почему так произошло? Обычно мы, когда аксессуары какие-то запускаем в работу, мы сделали тестовый образец, потом получили какую-то обратную связь от десяти, например, наших ближайших таких и самых лояльных клиентов, сразу цену тестовой продажи объявили, потом уже мы полностью это продаём, а здесь всё так понеслось, что просто не было возможности спокойно сесть и подумать, и вообще перестроиться. А запросы есть, и все там ещё с такими комментариями, мы боимся выходить в магазин, ну и как-то не хватает смелости сказать, что ой, извините, мы ещё тут ждём, пока нам регуляторы придут, резинки, там ещё что-то, ткани нам не те отправили, ну то есть никого это не интересовало вообще. Ну и сразу всем всё подходило, потом уже, конечно, есть обратная связь, что, как, поменять, не поменять, кому-то всё супер, кому-то меняли. И, собственно, там, с теми, с кем я работала и раньше, я продолжила работать, да, у нас получился меньше объём загрузки сейчас, потому что мы перестали шить аксессуары и другие для торговых центров, с которыми мы работали, ну, магазинов-подарных. Я правильно понимаю, что сейчас нет запросов на аксессуары и вы, в основном, сосредоточены на пошиве масок? Ну, смотрите, значит, где-то вот 17 марта мы сели дома, где-то 3 апреля, я бы так сказала, что, ну, для меня вот эта волна, по ощущениям, уже вот с защитными масками уже пошла на спад. То есть сейчас мы доделываем то, что было на прошлой неделе, какие были заказы, и где-то с прошлой недели уже, слава богу, людям захотелось радости, потому что мы же шьём ещё изделия из шёлка, шёлковых наволочек и всего остального, и когда ко мне стали приходить эти запросы, там, короны, ну, шёлковая наволочка особо её кайф, да, потому что лицо не такое погатое на утро, вот, для любителей спать лицом вниз. Вот, и я вот по себе заметила, что изменилось настроение в целом, да, потому что до этого паника, борьба, потеря прошлой жизни и так далее, то есть здесь вот и в целом, не знаю, среди тех, с кем мне приходится, да, там, и общаться, и с кем, в общем, в тесном контакте, и менее тесном контакте, ты просто видишь, что в целом поднимается настроение, и, соответственно, человек ищет, чем себя порадовать, потому что, ну, как бы, еда, она не такой продолжительный имеет эффект, вот, поэтому, да, сейчас мы уже, у нас волна вот этих масок, я называю их маски от вируса паники, да, волна эта уже пошла на спад, и я очень надеюсь, что мы вернемся к своему прежнему ассортименту, потому что там как раз вот я видела свою миссию, да, там, чтобы люди спали в масках, потому что это, ну, этих, не защитных, а для сна. Для классных. Да, да, чтобы, это реальная польза для человека, а для его здоровья, а что касается вот этих, ну, там, защитных масок, я, мне больше кажется, что это, знаете, украсить карантин, по, не знаю, какую-то успокоительную таблетку самому себе дать, а так-то, в принципе, мы уже все все почитали, что респираторы и самоизоляция, вот это больше имеет. Ну, если человеку хочется красивого что-то, то это, собственно, наше ремесло, пошить что-то, и это наше тело, мы просто все время опринтованные ткани везде используем. А если говорить о продажах, объем продажи масок сопостаёт с объемами продаж в апреле, марте прошлого года аксессуаров и других ваших товаров? Я бы даже сравнивала не март, все пошло вниз, ещё с начала года. То есть, да, половина января у нас всегда затишье. Первое, что я заметила, что у нас не было 14 февраля, ну, имеется в виду не было, это обычно у нас хорошие продажи в торговых центрах, все как-то стараются порадовать друг друга и так далее, но такое было впечатление вот у меня, что люди стали придерживать деньги. На 8 марта у нас не было корпоративных заказов, ну, то есть у нас обычно хотя бы там один-два какой-то корпоративный заказ, в котором мы делаем брендинг, отпечатываем ткань, создаём тоже, да, там аксессуары какие-то, тоже этого не было. И в целом, даже вот там взять по отчётам от магазинов, ну, процентов, наверное, на 20 снизился, или 30 даже объём продаж, при том, что цены за год на аксессуары повысились. Ну, то есть вот если брать там. Что касается, смогли ли мы перекрыть вот этими защитными масками объём продаж? Нет, потому что у нас, ну, вот представьте, вот это вот сеть, ну, не сеть магазинов, а там 20 магазинов, с которыми мы работаем, мы в спокойном режиме отшиваем аксессуары, а дальше их продают другие люди. У нас нет отдела продаж в мастерской. И тут каждую единицу товара мы продаём самостоятельно, соответственно, ну, сколько времени уходит, да, на это всё. То есть получается, что наши затраты больше. Если взять по количеству, ну, если, допустим, магазины, там, я там, помню, что я делила где-то так, вот на год, вернее, годовой объём за там каждый месяц сколько. Условно, сеть магазинов может продать там в марте нам где-то 600 единиц. Мы продали где-то за сколько, получается, полтора месяца, где-то чуть меньше 500 масок, 10% точно мы ещё перешивали сверху, то есть, ну, полностью переделывали. Ну, и корпоративных заказов нет, плюс за февраль половина магазинов с нами ещё не рассчиталась. Ну, в общем, понимаете, такая тут много очень составляющих у этого всего. То есть раньше мы могли положиться на то, что окей, там, мы можем заниматься творчеством, у нас есть наши постоянные клиенты, там, купят, не купят. Ну, мы знаем, что магазины работают, да, это их задача. Они берут на реализацию товара, то есть рассчитываются за него уже после продажи. А тут всё, в общем, повернулось, перевернулось с ног, вернее, наоборот. Скажите, а что будете делать, когда спрос на маски упадёт? Я планирую заниматься тем, чем я и занималась до этого. Я планирую решить счастье. У меня большой ассортимент накопившийся, проработанный или что-то ещё, что мы не создали. Футляров для чулок, масса для сна, дорожных подушек, корон для настроения. У меня, ну, то есть спектр действий, вернее, куда можно было направить своё творчество, и я хочу держать фокус внимания на этом. Да, потерялся интерес именно на вот этот вот период паники, и слава богу, что у нас были клиенты, которые платили деньги, да, за вот этот вот продукт. Поэтому я очень хочу и мечтаю пока что вернуться к своей привычной жизни. Хорошо, Юля, спасибо, что вы делили время. Удачи вам в вашем бизнесе. И... Да, и вам спасибо большое. Это была Юлия под обед из Lady Tail. Наш следующий спикер Оксана Дева из Дева Холм. Бизнес-чат. Оксана, здравствуйте. Как ваше настроение? Отличное. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Собственно, это Оксана Дева, собственница Дева Холм. Могли бы вы рассказать, как вы приняли решение шить маски и почему? Очень спонтанно и быстро нужно было реагировать на то, что происходит. Происходило то, что объявили карантин, и я уже понимала по ситуации за границей, что будет скоро очень весело в кавычках и что всех уволят с работы. Как бы у моих сотрудников не будет ни зарплаты, ни работы и у меня, так сказать, тоже скоро все закончится. Поэтому, когда я увидела такую возможность, поняла, что всем массово нужны маски, маски одноразовые, которые на три часа и нужно выбрасывать, плюс их нигде нет. Реально я видела в аптеках этих несчастных бабушек и людей, которые приходят стучаться в окна и не понимают, где эти маски. Ну и плюс то, что конопля, вот наполнитель конопляный все-таки имеет такой вот слой волокон конопли. И конопля широко как бы людьми считается, давно как бы доказано и в народе, что она имеет бактерицидные, противогрибковые свойства, фильтрует воздух каким-то образом, сохраняет влагу. И я быстро приняла решение взять материал, который был готов, заготовлен для одеял, быстренько его перекроить и пошить маски. Сколько с одного одеяла масок может получиться? Хороший вопрос, надо посчитать, я посчитаю отдельно, вам укажу. Но я уже мало чего получилось мне высчитывать, считать. Это все было молниеносно, сложнее, чем, сложнее сделать, чем сказать. Потому что, когда я кинулась делать маски, уже закрыли, буквально на глазах менялась обстановка. Тут все было еще, транспорт ездил, люди могли доехать на работу, в какой-то день закрыли транспорт, людей пришлось, закрыли цех. Один, я быстренько нашла второй, потому что, естественно, наши, кто шьет одеяло, они не могут так быстро собрать такое количество людей, чтобы они отшивали столько масок, сколько у нас было заказа. Это очень сложный был момент, когда сотрудники принимали заказы. Мы не привыкли к такому количеству вообще единичных заказов. У нас чек достаточно высокий, потому что стоимость одеял, она дороже, чем стоимость одной маски. И, соответственно, когда у тебя, ты в день обрабатываешь три заказа, а тут у тебя приходит сто заказов, естественно, наши менеджеры не готовы, плюс половина менеджеров живет за городом, мы их не смогли довозить на такси. Мы, соответственно, наняли других очень быстро, срочно, сегодня на завтра. Этих других нужно было тоже как-то ввести в курс дела, рассказать политику компании, потому что это очень важно соблюдать все наши требования и отношения к клиентам, что превыше всего, и быстро отреагировать, начать принимать заказы и уже дальше следующий этап что-то отдавать людям. И вот этот этап что-то отдавать людям, он достаточно был сложный для нас, потому что заказы принимались, я всем обещала своим менеджерам, что да-да-да, вот производство сейчас все сделает и со всем справится, но производство тоже не справлялось с этим, потому что для них шить маски это новость, это новинка, там вылазят вещи по ходу и соответственно были очень большие задержки. Наши возмущенные клиенты звонили и спрашивали, почему мне не перезванивают, где мои маски, я сделала заказ уже 30 минут назад и потом до всех доходило постепенно, что ситуация с масками не только у Девухом такая плачевная, что мы не можем два целых дня отгрузить маски, а такая ситуация у всех, все производители извинялись и соответственно все клиенты потом поняли и стали более лояльными, прям благодарили, это очень приятно и наших менеджеров, которые там буквально днем и ночью пропадали, у меня девочки заказывали такси, я видела просто по телефону в 11 или в 12 ночи, они только уезжали и никто их об этом не просил, я вообще не требовала, не могу такого требовать, потому что сотрудники тоже должны отдыхать, я их наоборот требовала, чтобы они шли отдыхать и они вот в 9 утра, хотя рабочий день у нас начинается с 10, в 9 утра они уже были, Таня и Аня, это вот девочки из передовой, так сказать, которые сидят в офисе и это все отгружают, ходят на новую почту, пытаются там соблюдать меры гигиены и так далее. Сколько масок вы уже продали и с какого числа марта вы начали производить, продавать? 20 марта это мы запустились и мы продали уже больше тысяч масок, заказов шло очень много на маски, а потом наш сайт как бы взлетел, он начал котироваться и теперь пошли заказы и одеяльные, и льняная постель на весну, на лето, то, что мы готовили, льняные шторы сейчас тоже очень активно идут и девочки, которые приготовились уже как бы расслабиться, опять снова в бой, плюс за границей заказы идут, в общем, а менеджеры сидят на удаленном, многие дома сидят, поэтому приходится полностью реорганизовать работу офиса, перевели очень сильно в онлайн, в системы таблиц, мы их создали, ребята создали, очень за это им большое спасибо, классные таблицы, которые бы мы и не придумали в мирное время. А самое сложное в реорганизации, что было для вас? Самое сложное это такое вот напряжение и стресс, когда ты не понимаешь, когда ты понимаешь, что ты не можешь обслужить клиента должным образом, это создавало очень сильное напряжение у всего офиса, и поэтому они не могли спокойно пойти домой, классные у нас люди, что так вот это все берут близко к сердцу, с одной стороны, с другой стороны, такая вот какая-то беспомощность, в ситуации, когда ты уже все организовал, и вот уже эти маски должны мы получить 200 штук, а производство отдает 20, и мы сидим, и у меня менеджеры говорили, господи, дай нам уже машинку швейную, мы сейчас сами, потому что мы не можем уже клиентам в глаза смотреть, так сказать, это было самое такое напряженное, остальное все очень хорошо и нормально, и за весь карантин ни я, ни мои сотрудники, я думаю, не лежали на диване и не включали образовательные курсы. Если говорить о продажах, то объем продаж масок, которые вы начали с конца марта продавать, можно как-то сопоставить с предыдущим годом по продажам одеял и других аксессуаров? В общей сложности на масках мы так, чтобы зарабатывали, оно как-то сравнялось за счет, наверное, того, что вначале люди испугались и не заказывали так регулярно те вещи, к которым мы привыкли, что они будут у нас заказывать какую-то первую неделю, наверное, маски немного выровняли, но от масок я лично 30% от продаж я перечисляю на помощь девочке-инвалиду, это моя такая инициатива и наш офис об этом знает. Мы ей помогаем, потому что ей сейчас сложно и вообще сложно как бы детям, которые остались с одним родителем и этот родитель не может работать, соответственно, им вот скоро, я предполагаю, не будет что кушать, поэтому мы стараемся поддержать такие семьи. Это хорошая инициатива. А на счет сотрудников вы не понижали им зарплату во время карантина? Нет, не понижала зарплату сотрудникам. Есть сотрудники, которые полностью на удаленке и не могут выполнять свою работу за счет того, что они не могут приехать в офис и они сами согласились и даже просили, чтобы мы переформатировали их оплату, то есть теперь это не зарплата в месяц, а это от выработки мы ведем систему, ведем часы, которые сотрудник тратит и соответственно сотрудник просто не хочет, не может приезжать. А так, конечно же, не понижали, даже наоборот, расходы компании увеличились, потому что это такси, везде это такси, то есть публичный транспорт, к сожалению, не ходит. А что будете делать, когда спрос на маски закончится и какие ваши действия в дальнейшем вообще? Ну, сейчас он немножко спал, но пошли спросы на другие вещи, мы, вот, как я сказала, льняные, там, все, что планировали к лету, уже идет спрос, думаю, за счет того, что повысился какой-то ажиотаж и как-то мы вот это все дело встряхнули, как это правильным языком диджитал сказать, что на наш сайт стали приходить люди, наш сайт стал более заметным и у нас пошли продажи других наших там вещей, не знаю, что мы немножко заморозились те проекты, которые я планировала, новые, опять же, инновации и новые какие-то носки, ткани, одежду, пришлось немного заморозить, потому что фабрики закрыли. Хорошо, спасибо, вам хорошего дня, быть в хорошем настроении и вам тоже окончанием сегодня. До свидания. Бизнес-чат. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, не забывайте поставить ему лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обновления Retailers. Пока!